Сегодня мне исполнилось 15 лет, и в нашем селении это больше, чем просто день рождения. Согласно местным обычаям, в этот день я перестаю быть ребенком и становлюсь настоящим мужчиной. Мне вручают личное охотничье ружье, и начинается мой путь к изучению тонкости охоты под крылом старших мужчин. В тайге у нас есть несколько хижин, которые давно обустроил наш дедушка. Каждую весну мои старшие родственники ремонтируют их. В этом году. Дед Василий, наш семейный охотник, ветеран, решил присоединиться к нам. Он хорошо ориентируется в тайге и знает все правила выживания в этой суровой среде. Подготовка к поездке заняла некоторое время. Нам нужно было упаковать все необходимое для пребывания в лесу. Хотя на хижинах всегда есть запас продовольствия и прочих необходимых вещей. Утром решено было разделить группу. Мой отец и братья направились к наиболее удаленной хижине, а мы с дедом остались на ближайшей. Ожидали их возвращения через 4-5 дней. В свободное время дед обучал меня стрельбе, и, к моему удивлению, у меня это неплохо шло. В один из дней дед решил вздремнуть после обеда, как это часто бывает у пожилых людей. У меня же был просто заряд энергии. Я решил осмотреть окрестности и пошел гулять по лесу. Пройдя уже довольно далеко от хижины, я услышал пару выстрелов в противоположном направлении от нашего местоположения. Это не могли быть ни дед, ни мой отец с братьями слишком рано для их возвращения. Возможно, это были другие охотники, которые часто бывают в этих краях. Они иногда останавливаются у деда, рассказывают истории, делятся анекдотами. Я был еще неопытен и не понимал реальной опасности. Не взяв с собой ружье, но полный любопытства, я двинулся на звук следующего выстрела. У небольшой ямы стоял человек с ружьем. Ясное небо, солнце в зените, и медвежонок, шевелившийся в траве, не подозревающий о грядущей угрозе. Человек уже прицелился. Медвежонок внимательно смотрел на него, чуть поскуливая. Эта сцена навсегда останется в моей памяти. Мое сердце заполнилось жалостью и отчаянием. Я понял, что должен что-то сделать, иначе не смогу жить с этим. В этот момент мне уже было все равно, что будет дальше. «Не стреляй, остановись!» Крикнул я, рухнув в яму и прикрыв медвежонка своим телом. В этот момент раздался глухой звук выстрела. Пуля впилась в мое плечо, и от нестерпимой боли я потерял сознание. Пробудился я уже внутри нашей хижины, рядом сидел дед Василий. «Медвежонок в порядке?» Первым делом спросил я, опомнившись и осознав всю ситуацию. «Ты никуда не двигайся, говорить не стоит. Медвежонок в безопасности, благодаря тебе». Утешающе сказал дед. «Тот парень мог тебя угробить, но, к счастью, ранение не смертельное. Случилось невероятное. Ты спасся, а он не стал убийцей. Он, правда, сбежал, оставив тебя сранной. Хорошо, что я услышал выстрел и нашел тебя». Этот инцидент дал мне сильный удар по психике. Моя жизнь стала какой-то бесцветной и безвкусной. Охота теперь была для меня чем-то неприемлемым. Я понял, что никогда не смогу выстрелить в животное, особенно смотря ему в глаза. Когда вернулись братья, они, дед и отец, обсудили ситуацию и решили, что мне необходимо душевное очищение, которое возможно только здесь, в тайге. Дед останется со мной, а остальные будут время от времени привозить нам провиант. Итак, до наступления осени я провел на заимке со своим дедом. Здесь, в этой таежной безлюдности, я нашел свою душевную гармонию и новую страсть к жизни. Быть в синхроне с природой изменило меня. Я обрел новый взгляд на жизнь, прочувствовав ее в каждом атоме вокруг. С того момента я больше не держал в руках огнестрельное оружие.